ребятушки всем привет вот наша сегодняшняя банда жека пол андрюха chief все в полном сборе он наша машинка стоит и мы выдвигаемся на бескрайние просторы водохранилища за крупной плотвой погнали сразу со старта хотелось бы вам показать эти дикие торосы и типа ним практически невозможно можно ноги по переламывать если раньше заходил по времени 40 минут-час то сегодня за это время я наверное полпути максимум этого пройду жека упал час двадцать мы уже в пути и вышли уже на более такие открытые участки ребят вы не представляете насколько это меня радует насколько стало проще идти в общем где-то в районе в двух часов сегодня у нас займет наше путешествие но что не сделаешь ради крупной мерной морской плотвы ну что мы уперлись дальше идти нельзя там 4 сантиметра лед как бы для водохранилища это совсем мало поэтому докуда дошли здесь начинаем уже поиски рыбы сейчас посмотрим охолотиком найдем рыбку и в принципе можно садиться и рыбачить глубина у нас 6 и 6 6 и 7 метра можно сказать на дне кого-то отрисовывают да есть какая-то рыбка концентрация конечно небольшая сейчас мы здесь в окрестностях походим я думаю найдем что-то поинтереснее рисует плотву где-то метр и причем жирный такой слой плотвы метр от дна глубина здесь 6 почти 7 метров смотрите как красиво жека доставай камеру посмотрим наконец-то мы определились с местом вот я все пробурил две лунки это у нас была лунка чтобы определить рыба есть тут или нет здесь андрюха там же к по времени у нас 11 часов вы понимаете сколько мы времени потратили на поиски рыбы не хотели садиться в берегу там сидят мы проходили между мужиками так поспрашивали они прям нам показывали есть плотва но блин такая мелкая ставим палатку закармливаемся и сидим на подход то есть плотва здесь имеется четкое понимание что плотва здесь крутится надо хорошо кормиться сегодня я хочу прям килограммчик сразу сходу замешать и всю эту прикормку выкормить именно на перспективу подхода плотвы сегодня будет дуть сильный ветер со стороны жеки то есть мы с этой стороны палатки ставим ее на растяжку сейчас я надо нормально устаканить поставить и все и можно в принципе не париться палатку ставлю сразу так как сегодня по синоптику передали вторая половина дня по любому будет дождь и сейчас он уже срывается первым делом чистим шугу из лунок и также надо почистить все возле луна потому как когда лежит шуга очень путается леска а когда чистенько можно аккуратно леску складывать и нет никаких проблем абсолютно надо слегка просохнуть поэтому сниму курт костюм прям очень таки жаркий для такой погоды сейчас в районе наляде это а это у меня фишерман драйв от нова тура он блин до минус 30 наверно рассчитан но прям таки жарки следующим этапом у нас закорм кормиться я буду сегодня в достаточном количестве один раз чтобы больше не докармливаться именно с перспективой на подход плотву и ее удержание сегодня будем пользоваться универсал ваниль карамель и сразу кило бах в последнее время у меня все довольно таки печально с руками они очень сильно обветриваются поэтому решил с собой сегодня взять шуруповерт в общем недавно прикупил себе шурик это самая модная моделька одни проем шуруповерта это бесщеточный шуруповерт с довольно таким мощным аккумулятором который потом можно будет использовать под другие виды электроинструмента ребят какая красота вы себе не представляете соответственно руки не будут так сильно страдать ссылочки на шуруповерт будут в описании под видео прикормку на дно будем доставлять как обычно самосвалом глубина порядка где-то 6 6 половиной по метров здесь любом случае без самосвала здесь никак заряжаем все на дне теперь немножко приподнимаем пускаю стаканится ровненько под лунку можно открывать есть открылся как мы вовремя поставили палатки вы слышите как тарабанит дождь а вот прям на лужах можете наблюдать слушай под меня тут так под мыло хорошо я прям под лужей сижу и вкратце пару слов о самой оснастки это обычная купленная в местном магазине удочка 10 или 13 гривен я точно не помню лафсановый кивочек довольно таки упругий под нормальный вес скажем под вес 8 грамм в данном случае у меня 8 граммовая вольфрамовая чебурашка с одной стороны проволоку обрезал и немножко заклепал чтобы она не вытягивалась выше самого грузка этого получается у меня два поводочка где-то примерно по 4 5 сантиметров каждый такая нехитрая оснастка ребят и сразу расскажу что у нас по по наживке по наживке у нас опарыш пинка и основная думаю наживка сегодня будет это крашеная время для тех кто на канале первый раз и кто не слышал много кто не слышал об этой наживке это коровьевыми подкрашенная пищевым красителем просто режется на кусочки строевыми одевается на крючок и можно один раз наживился и полдня рыбачить вообще не перед не перри наживляться очень хорошо держится итак одну удочку мы поставим на вы на вторую на на опарыш и посмотрим что будет лучше работать так и определим нашу будем ловить так 1 удочка стоит они сразу поклевка хорош сход ребят только поставил и сразу поклевка последовало но я конечно сюда накормился по 4 самосвала сразу кивочек есть ну не знаю вроде бы такая средне очковая плотва по крайней мере не сильно хорош ребятки зацените но больше ладохи такая так это у нас опарыш сработал сходу пока мисс за палатку рыбу кину сейчас андрюха замешается закормиться я заберу него ведерко и будет ведерко складывать ну шо ребята понеслась плотва пока мисс хороший размер мне нравится конечно не такая как может быть в этих местах но нормально не не мелкая по крайней мере иди сюда ну вроде бы не мелочь хорошая плотва ой так это же маман просто обалдеть да ребят не зря мы сегодня ходили много искали именно в поиске ударились не зря потратили много времени потому как ближе к берегу но мужики сидят но ловят но такая плотва я бы сказал бы ни о чем вообще посмотрите какая здесь шикарная плотва просто красавица представьте на сушку да еще к пивку у ее это вообще просто бомба какая хорошая так есть но выставляем вторую удочку здесь у нас своими новыми я думаю плотва должна еще посерьезнее кривая смотрите сразу сразу поклевка мимо мимо но здесь конечно кусочки такие большие тяжело будет заглотить эти кусочки скажем так даже среднего размера плотве похоже на хорошую плотву ой хорош да ребятки кого-то зацепил и тут уже клюет мимо но здесь вроде такая не чешная плотвичка просто шикарная зацените 1 в 1 идет плотва хорошего размера мелкой плотвы сегодня вообще не было что творится я хрен знает называется просто попали под попали на нормальную плотву нас поклевываю down 3 штучки у меня только что такая хорошая андрюха сошла вы имя мимо на время поклевка сразу иди сюда ну да вроде бы и хорошая плотва и клёв на время лучше и плотва вроде по качеству лучше ребят сейчас вторую удочку я думаю надо на время тоже переставлять однозначно выми рулит ребят что происходит смотрите какая сегодня клюет плотва просто жир это просто какой-то жир есть поклевка сюда но это такое якобы-то подборил если не подборил не скорее все не знаю как то странно идет ох 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 и тут уже есть либо смотрите какие батончики проклевываются то просто жир какой-то набегами вы знаете то есть я посидел только шину минуты 4 вообще клево не было можно минут пять даже и тут тебе 1 1 1 видите на 2 удочки а кстати здесь уже все сход я откинул вроде бы была плотва и уже нету клюет ребят клюет в толще воды кого-то бахнул хотел поправить кивочек и на соседние удочки тоже то хотя может не забарил может тут это батон это жесть ребята но я не видел как она клюет я просто хотел поправить его вот это плотва капец трофей трофей этого дня таки хорошая тайну грамм наверно 350 вообще мамка такая да ребятки вот эта рыбалка я просто давно мечтал об этой рыбалке с такими зимами как у нас вы понимаете у нас можно сказать вот этот 3 зима первый первый раз у нормально лед стал на водохранилище когда можно нормально подолбить плотву да это она ребята и я не знаю вам поклевку было видно или нет только мне сошла поклевка такая знаешь аля кивочек притопила и стоит но дуже хорошая плотва ой хороша смотрите по сравнению с ладошкой прям и так задавливала дед не я думал что она еще будет больше но в принципе да неплохая хорошая ой хорош вот это клевака ребят вроде по всему видимо неплохая должна быть тетенька да ой хорошая слушай ну радует сегодня плотва вообще просто мелочи практически нету клев хороший вы меня не надо раз раз за разом перри наживлять сиди себе лови просто кайфуй просто отдыхай на рыбалке да вот такие рыбалочки вы знаете запоминаются надолго а вот и жека сидит сейчас мы к нему в гости зайдем жека тут кричал говорит мамку поднял только что недавно такую а ну показывай за твоя мамка но у меня таких уже наверное штук десять глянь он здесь квартиру обустроил проводка камера там всю всю ее снимают суши уже когда цивильника у тебя все красавчик и у нас тут чуток уже рыбы под накидано но и мелко вообще выпускал вот такие батончики есть вообще замечательная плотва 43 растоптанный какой у меня 44 даже хорош кивок загнула просто у да ты зато что надо слушай ну хоть бы не сошло смотри да но это вторая вторая за сегодня прям такая которая стоит внимание которую стоит выделить именно на этой рыбалке просто жесть какая плотва супер и сразу же срабатывает соседняя удочка и тоже срабатывает по хорошей плотве сужину хорошую плату когда подсекаешь сразу слышно для какие батоны пошли 1 в одну ты видишь она еще видимо ходит с тайна именно косяками и бывает косяк такой поменьше бывает косяк побольше плотвы либо же может как-то состоит начало косяка из крупная потом знаешь идет мелкая фиг узнает как она там под водой крупничок сразу видно просто по поклевке кивок загнула и все и сидит по любому крупная хорошая плотва у ее тоже на крупную плату даже когда достаешь она прям в воду слунки и выворачивает даже вот когда пацаны ловят крупную потом можно по звуку просто как она выходит с лунки определить хорошая плотва или такая себе пойдет такая поклевка сама за себя говорит что плотва она какая просто замечательная тетя ух ты нифига себе шо это было ну блин я думаю кого-то чеба гранул ну как-то вообще не типичная поклевка кто-то такой хороший идет вот то нищие нифига себе вот это да ребят но это трофей это вообще трофей несомненный трофей этого дня красивая но красивая со всех сторон слушаем с такой даже надо зафоткаться для моего инстаграма instagram energy fishing всегда самые свежие самые крутые фотки с моих рыбалок сейчас надо воспользоваться моментом пока мисс немножко под притихло и перекусить ух ты нифига себе термоконтейнер горячие тевтельки я с собой вчера тевтели брал и сегодня решил взять на фиг что-то менять красота термоконтейнер зажируши 0 6 литра 2 тевтельки но довольно таки добротные суда влазит как раз хватает чтоб покушать плюс чаек главное на удочки не поворачиваться у ее а кто это здесь ухты нифига себе какая плотва главное на удочки не поворачиваться тут же капец а тут трофей всего дня офигеть прям попускаю ребят но такого еще не было давайте посмотрим уху ху 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 просто леска репит между пальцами ведь честно честно надо отпускать а может куда вот это она сушишь слушают это плотва но в этом сезоне я такую еще не ловил я думаю здесь блин весов нету но где-то пол килограмма есть вот это плотвина жестяк просто вот глянь у меня нога и плотва ребят на просто жесть такой еще да не было ребята принимаю ваши поздравления в комментариях с трофеем вот это батон еще просто 6 тихо 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 отдай же же я тебя возьму даже жить я возьму и покажу вот так вот вот это она да я думаю 0 5 где-то килограмм чека вообще замечательная капец таких вот десяток и все и ведро шо-шо как это понять не понимаю ого блин что-то такое давид ой какая замечательная посмотрите вообще просто мамка за мамка идет и все блин ребят офигеть рыбалка честно такой рыбалки на плотву в в этом году еще не было то их всего было три но это самая яркая именно по размеру по размеру по количеству плотвы слушай но это это прям такая знаешь матерая должна быть чуть-чуть 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 хорош до поддерживаю хорошая вообще-то не нормальная плотвичка сегодня клюет вообще денек радует ты смотри крючки веришь отцепить не мог либо кстати крючки у меня от декой это у меня могу 33 серия номеру точно не помню то ли 10 смотри что творится то ли что-то такое но крючки такие что впивается и все и надо чтобы отцепить попотеть немного но это чуть поменьше такая наш не не туда не сюда вот это прям прям такие хорошенькая подошла но какая замечательная то на в принципе вся сегодня замечательная за исключением там бывает время от времени мелочь влетит ее быстро в лунку утоплю но так таки хорошая плотва клюют и смотри с нее кашка льется и льется то есть плотва стоит под лунками и кормится свою задачу прикормка сделано все сто процентов выполнила собрала плотву и удерживают ее под лунками так как я хотел сегодня в принципе все так и получилось я сразу изначально вы кормил килограмм прикормки по 4 больших самосвала загрузил под лунки ну ребят что могу сказать все работает все отрабатывает слушай но у меня третья к ряду такие все красивые красивые прям вообще зачет зачет это просто вечер начал работать короче ведерко уже все не закрывается но вернее закроется но под напряг просто вылетает отсюда надо его прикрыть смотрите ребят палатку уже спаковал в принципе оплотва никак оплотва никак не отпускает начинаем мы активно спаковаться потому что идти нам до берега еще наверное часа полтора по таким торосом давайте посмотрим улов который нам сегодня удалось поймать я конечно на первый план вынесут этот дикий был просто батон ребят но согласитесь это это трофейная плотва и тари это реально трофейный кабан плотва кабан просто ну и так в основном плотва смотрите вся вся хорошего размера вся такая за ладошечная хорошая мерная плотва но совсем мелкую плотву выпускал есть у меня на примете еще одни грядки где обитает крупная крупная плотва и там она ловится на двух метрах я хочу попасть в этом году на такую плотву но там надо уже по оттепели когда последний такой уже стремный лед а там я попадал вообще жестко спасибо кстати всем за поздравления в комментариях там не насыпали пол миллиона на канале друзья всем большая благодарность на сегодня все всем пока